ребят привет только что пришли мне папок с моей анализа сейчас вам их покажу блин чё тут аквариум шумит сейчас смотрите все в принципе терпимо more маркер он к маркером c а 15 3 у меня 52 должен быть 30 c а который до 5 у меня 4 и 3 гамма gt должна быть 40 у меня 42 год осад до 35 у меня 30 гпт аллат до 35 у меня 21 тромбоциты 81 тысяча что еще интересного а п алкалиша фосфатаза у меня 57 пределах норма от 35 до 105 эритроциты 369 железо 92 пределы норма от 60 до 180 на витамин d пока еще не сдавала муж еще не сдавал артема тоже еще не убедила он работает с понедельника до пятницы в другом городе и и пока отказывается сдавать куда-то там ходить еще ему там работать месяц может быть два говорит когда вернусь или когда смогу тогда ну то есть не смогла убедить надеюсь что пойдет и сдаст уважаем тоже ниже норма вали значит приписали по 1000 единиц в день витамина d причем семейный врач не прописал витамина d3 плюс k2 просто сказала потреблять по 1000 единиц в день мне кажется что это мало я как профилактическую дозу принимаю 1000 единиц в день у меня есть таблетки масляные такие в такой гелевой оболочке там 20 тысяч единиц можно их один раз в неделю или один раз в пять дней чтобы было по 2000 в день и еще у меня есть кальций магнезиум и витамин d3 так только по 500 единиц там вообще мало ну в принципе можно пока употреблять этот плюс мне есть еще d3 плюс k2 там в каплях ну будет принимать не по одной капли а по две капли в день и потом будем мониторить посмотрим через полтора месяца потому что витамин d так быстро не поднимается я до сих пор без химиотерапии получается уже со второго ноября но это уже меня очень сильно тревожит прям я не знаю куда стучаться меня отовсюду мне не принимают в принципе самочувствие нормально только то что уже если там поколола там заскрипела конечно это сводит с ума потому что это уже не нормально не капаться с и второго ноября это уже слишком долгий срок и я не знаю куда уже стучать и к кому обращаться в этой клинике мне тоже самое сказали что если вы приведетесь к нам мы вам с крови тоже не будем помогать потому что просто напросто если у вас там найдут в костном мозге клетки злокачественные тогда конечно же да а если не найдут тогда нет я это немножко не понимаю значит когда у тебя злокачественные клетки в костном мозге значит это случай более тяжелый тогда они тебя спасают а если у тебя там их нету то есть получается что они допускают чтобы они у тебя там появились ждут тянут резину чтобы они у тебя появились я не говорю это буквально не хочу чтобы некоторые из вас думали что я как-то хаю врачи я понимаю что это был мой выбор эмболизировать печень но пока только это привело к каким-то результатам если бы я этого не сделала я бы сейчас не снимала это видео это абсолютно однозначно потому что за месяц у меня просто выросли букет и очень много метастазов выросло это мой выбор осознанно я понимаю но мне хочется помощи от врачей и пока я не нахожу эту помощь сейчас я думаю может взять второе мнение еще один раз в шарите но смотрите те кто предлагал ехать шариты это нереально во первых до берлина 900 километров во вторых мне нужна клиника здесь в мюнхене когда тебе плохо ночью тебе надо где-то все равно в пределах там не знаю в радиусе 100 километров иметь какую-то помощь понимаете ты не то что второе мнение да я могу второе мнение взять и в россии и в израиле где угодно но это второе мнение просто у меня будет пылиться на полке потому что никакая клиника да они смотрят на это но все равно каждая клиника ставит свой вердикт никакая клиника из мюнхена меня не хочет принимать потому что они считают что моей клинике мне предоставляют нормальные услуги и если я поменяюсь к ним то есть это будет то же самое только то что я никого не буду знать вот это и есть отмазка самое главное а в берлин даже если они меня возьмут и что я в каждую неделю иду на анализы мне говорят что плохо да мне вызывают в каждую неделю мою клинику я что буду ездить в каждую неделю в берлин или на самолете это иногда даже физически нереально муж мой не может в каждую неделю со мной туда мотаться там надо снимать жилье там надо где-то оставаться иногда тебя вызывают на второй день плюс еще на протяжении недели тоже очень много анализов назначают у меня как минимум два-три термина в неделю то там на какой-то биопсию то там на коронатест то там еще не знаю на что отправляют к семейному врачу то есть это очень очень геморройно это практически физически это нереально да если вот как русские когда не четвертая стадия когда и даже если четвертая стадия не берут второе мнение допустим германия не закупаются лекарствами и все равно не имеют какую-то клинику у себя там на родине у себя в городе которая их капает здесь к сожалению это не невозможно чтобы кто-то тебе где-то за границей дал второе мнение никакая клиника не возьмет тебя ты в торбочки в сумочке не придешь с препаратом тебе никто не будет его капать то есть они сами через свои аптеки заказывают и приходишь там препарат уже и разведем даже вот говорили девочки в интернете что у них ну как бы им не нравится что препарат разводят не при них а здесь тоже не при тебе где-то в лаборатории это все разводится ты приходишь это уже в таких висячих сумочках клеенчатых и с твоим именем то есть при тебе это все никто не подяжет врач из на франкфурта каждый отвечает за свое никто тебе не прописывает еще и химиотерапию каждый отвечает за свой кусочек то есть это тоже не вариант я сейчас получается лечу сама себя либо же я полностью отказываюсь от всех услуг и верю только своей клинике которая меня взамен просто ничего не могут предложить то есть если они мне сейчас ничего не найдут я это же не знаю найдут не найдут и честно говоря уже устал бояться и особо об этом и не думаю найдут не найдут что будет то будет я предполагаю что в костном мозге ничего нету бывало такое что я себя просто напросто прекрасно чувствовала вот когда у меня был рецидив я пошла на то об это ты вообще без капельки эмоций я даже не переживала я себя хорошо чувствовала я не думала что мне что-то покажет не было никаких предчувствий под к ты показала рецидив меня вот спрашивали девочки в ремиссии что-то болело не болело ничего мне не болело печень у меня не болела спина у меня болит с самого детства иногда там ну как-то там защемить там защемить не позвоночник а где-то что-то там щемило действительно щемило я даже мрт делала на протяжении вот этого там полтора года ремиссии мне там где у меня болело мне показывала чисто и причем кто знает мою историю вы знаете что мне за буквально две недели до подкты и делали скелет с синтеграфию которая прям по костям и мне скелет с синтеграфия не показала метастазы в костях а уже через две недели показала то есть это вообще дуртом ромашка какой-то никогда нельзя ничего предположить в общем то вот так если уйти в приват можно уйти в приват есть приватные клиники но они опять же то что я нашла и то что мне посоветовали подписчики я присмотрелась и от штудировала этот материал это не в мюнхене и там надо абсолютно все платить то есть почему так дорого выходит эмболизация франкфурте потому что я плачу в каждый раз за мрт и за к этой коты это получается где-то 650 евро мрт без контраста и где-то 400 по моему коты то есть штука сразу улетает просто на то что я здесь мюнхене могу сделать бесплатно в принципе но такие условия там хотят мониторить динамику на своих аппаратах они не ты не можешь приехать своими дисками из мюнхена хотя здесь я своим семейным врачом но я могу договориться чтобы мне дали она входит положение мое и если мне нужно это для мониторинга она мне дает направление считывая стадию учитывая то что кто-то назначил она само собой что мне дает но там гонорар врачу не такой уж и большой то просто нужно закупать лекарства и все вот эти вот скрининги за это все платить плюс там куча персонала и там все надо платить там если голова болит или если ты чувствуешь тошноту после процедуры говоришь а мне еще тошнит дайте мне еще что то есть за каждую кольчик ты там обошляешь деньги понимаете поэтому вот и сумма больше такая большая сейчас я не знала мне пока еще пауза между вот пока мы начнем температурой абляцию делаем там температурой это не лучи это температура то есть не не лучами там будут выжигать это не лучевая терапия это будет с помощью высокой температуры выжигать там но опять же это в конце февраля и сейчас вот вроде бы анализа вот лейкоциты смотрите почти три но и и тромбоциты они то 70 до 81 и они поднимаются если вы мне говорите что у меня полностью убитый костный мозг так смотрите у меня анализы сразу после химии эмболизации они же падают конкретно вниз потом каждую неделю сдаю я смотрю вот по динамике если нарисовать вот так вот до полосочки стрелочки то я вижу что стрелочка идет вверх 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 она растет и практически достигает того момента когда можно прокапаться и тут у меня опять эмболизации и опять резко вниз понимаете падает потом опять скачок немножко вверх но не успевает кровь восстановиться за четыре недели то есть мне надо примерно пять недель что после эмболизации кровь восстановилась и стала нормальной для того чтобы меня капали а у меня нет этих пяти недель может быть оно и к лучшему может быть и хорошо что я только глушила метастазы в печени сейчас у меня уже не будет никакой заливки в печень у меня сейчас тоже температура то есть отраву туда заливать никто не будет сейчас уже пока температуры будут пожигать поэтому может быть сейчас как раз время вот восстановиться еще mu6 недельку подожду восстановиться начнут копаться не можете смогу проконтролировать то что в легких потому что есть еще и в легких врач из франкфурта сказал что легкими будем заниматься только после того как хоть немножко приведем печень в порядок то есть конкретного такого плана нету но и конечно же боюсь ну а что делает То есть стараюсь об этом не думать, восстанавливаться и просто не думать об этом, насколько это, конечно, возможно. Все, девочки и мальчики, на сегодня это все. Встретимся с вами завтра на этом же канале. Всем пока-пока.